С 22 августа жаловаться придется по-новому. Новые правила, прописанные в 241 федеральном законе, касаются индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Если раньше в ситуации, когда вы решили зарегистрировать предприятие или изменения, касающиеся вашей фирмы, аналоговики вам отказывали, обжаловать их действия можно было сразу в суде, но теперь порядок изменился. В случае несогласия с данными решениями об отказе в государственной регистрации, решения о государственной регистрации, обратиться в суд с обжалованием данных решений можно только после того, как вы обратились с жалобой в вышестоящий налоговый орган. Сделать это можно в письменной форме, принеся заявление лично, либо отправить по почте или разместить жалобу на электронном сервисе за личной цифровой подписью. Даже если вы отнесете заявление в налоговую на Кирово в Ленинске, в течение трех дней ее переадресуют в главный офис службы в Кемерове на Кузнецком, 70. Вышестоящий налоговый орган рассматривает данную жалобу в течение 15 рабочих дней. Если понадобятся дополнительные документы, рассмотрение может задержаться еще максимум на 10 дней. При этом может случиться так, что жалоба рассмотрена вовсе не будет. Основания для оставления жалобы без рассмотрения предусмотрены также данным законом. Это основное, что если не будет подписана жалоба лицом, подавшим данную жалобу, либо его представителем, либо вступившее в законную силу, имеется уже решение с таким же основанием и по такому же предмету. Либо если до момента принятия решения вышестоящим налоговым органам лицо, подавшее жалобу, ее отзовет. Понятно, что при рассмотрении вашей жалобы ответов может быть только два – положительный и отрицательный. Ответ «нет» можно получить, например, в таком случае. Бывают такие ситуации, да, миграция называется. То есть налогоплательщик, допустим, к примеру, приведена выездная налоговая проверка до начисления налогов и сборов пении штрафов. И, соответственно, юридическое лицо хочет уйти из данного налогового органа, предпринимается действие. То есть нередки случаи, что формальное, так скажем, изменение места регистрации, то есть проводится работа по установлению достоверности, действительно ли находится там юридическое лицо. И бывают такие случаи, что даже указывают адрес, не существующий. Только лишь для того, чтобы уйти от уплаты налогов. Основанием для отказов снятия из регистрационного учета, например, могут стать случаи, когда предприниматель или юрлицо не предоставили всех необходимых документов, в частности, справку из пенсионного фонда и так далее. И стоит помнить, отказ – дело не всегда окончательное. Нужно только привести документы в порядок и знать все правила обжалования. Увидеть полный список поправок можно на сайте Федеральной налоговой службы или на любом интернет-сервисе, где размещаются новые законы.